Цель оперативного совещания с главой Ленинского округа составление объективной картины того, что происходит на территории муниципалитета. В дни, когда рядовые граждане отправились на новогодние каникулы, дежурным службам было не до отдыха. В службу 112 поступило обработано 8473 звонка. Из них 2729 приходится на вызовы скорой медицинской помощи. 825 – это вызовы полиции, 56 – противопожарная служба и 11 – газовая служба. Представитель Видновской районной клинической больницы Елена Зинатурина озвучила ситуацию с коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано 169 новых случаев COVID-19 зараженных. Общее число составило 24 533 человека. Количество вызревших у нас увеличилось на 514 человек и составило 20 378. В целом, в дни новогодних праздников все службы функционировали в штатном режиме. Возникающие проблемы решались в рабочем порядке. О проделанном в праздничные дни отчитался начальник отдела по работе с молодежью, культуре и спорту администрации округа Моисей Шимаилов. Проведено учреждение культуры, спорта и молодежи, всего 340 мероприятий, от маленьких до крупных. Самое значимое – 27 новогодних представлений, включая три елки главы во дворце спорта. В новогодние мочи 12 площадок отработаны. Начальник отдела образования администрации округа Наталья Киселева озвучила планы учебных заведений, которые начали работу после новогодних каникул. С 11 января у нас стартует региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. 15 января на базе Видновской школы номер 2 подведем итоги муниципального конкурса «Рождество Христово». Также на текущей неделе запланирован ежедневный мониторинг организации питания и проверка частных охранных организаций по исполнению условий контракта на оказание охранных услуг. Подводя итоги оперативного совещания, глава округа Алексей Спаский обозначил ключевые проблемы, над которыми необходимо постоянно работать. Надо чутко понимать, что снег и мусор – это наша самая общая беда, общая проблема. И не надо делить перевозчик или еще кто-то. Надо помогать. Так как договариваются Дорсевера с управляющими компанией, проблема, повторюсь, общая. Второй момент – это то, чем мы с вами занимались все праздники. Сегодня с утра – это перевозчик, это дом «Трансавта», который с «Ран-трансом» – это одно и то же. Поэтому их разделять никуда и не надо. Контролируем каждый день. Ситуация у нас не самая печальная, но все равно плохая. Также Алексей Спаский обратил внимание руководителей ответственных служб на ситуацию с большегрузным транспортом, припаркованным во дворах и на обочинах дорог, что создает проблему для рядовых автолюбителей и движения общественного транспорта. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.